Казахстанская медиа-академия представляет Медиа-репортаж Скорость, знание, интеллект, азарт. Эта игра угадать за 60 секунд, что объединяет участников игры. Возможность выиграть 3 литра красной икры, испытать пьянящее чувство превосходства. Или это все-таки проверка своей эрудиции? Вы смотрите репортаж Казахстанской медиа-академии. Меня зовут Бульжан. Здравствуйте! Казахстанской медиа-академии. Как натренировать интеллект? Есть много упражнений, можно их прогуглить. В принципе, для нас очень важно, для участников наших игр, важно много читать. Это люди у нас достаточно взрослые, то есть у них есть и жизненный опыт. Получается несколько китов, да? Эрудиция – это чтение, то есть ты узнаешь и знаешь какие-то факты. Дальше ты просто любознателен по жизни, ты интересуешься разными вещами. Это тоже, я думаю, очень важно для человека. Жизненный опыт. Зачастую, кстати, у нас есть такие вопросы, новички, например, думают, что ответ должен быть каким-то сложным. Иногда ответ на вопрос лежит на поверхности. Иногда достаточно как раз вот этого жизненного опыта. Но главное, если ты что-то подмечаешь, то это очень может пригодиться. Ну и, соответственно, если ты знаешь языки, если ты, как я говорила, любознателен, у тебя есть жизненный опыт, у тебя уже есть некий бизнес, потому что у нас в основном либо топ-менеджеры, либо владельцы бизнесов играют. То есть это люди, которые уже имеют в целом этот жизненный опыт и в профессии, и в целом жизни. И таким образом все это вместе и вкупе с тем, чтобы среди шести членов команд выбрать именно правильный ответ, потому что у шести человек в команде, у каждого есть свой вариант ответа. То есть еще есть такой момент, что надо выбрать из всех шести вариантов, например, правильные, на взгляд, капитана команды, например. То есть это все происходит, тоже постепенно сыгранность приходит. Потому что сегодня, например, были новички, они сказали, все, мы поняли, мы поняли схему, как выигрывать, как выбирать правильный ответ. И вот они хотят в следующий раз собрать свою команду. На мой взгляд, это очень классно. Сегодня, кстати, была отличная игра, 16 команд, такой азар. Все подходили, благодарили, сама довольна очень. Супер. А как победить в вашей игре? Побеждает команда, набравшая максимальное количество правильных ответов. Плюс у нас еще такой момент, что если команда отвечает единственная, правильно отвечает на тот или иной вопрос, она получает плюс два балла. Сегодня команда ОВЛ, они видели Ленина, дважды была, дважды получила именно два балла. Потому что на два вопроса они ответили единственными из всех 16 команд, представляете? То есть, соответственно, они набрали на два балла больше. Ну и плюс, конечно, победа в капитанском конкурсе тоже приносит дополнительный балл команде. Сегодня это были Бразерс, которые заняли второе место. Почему приз именно игра? Мы играем по франшизе, причем уже восьмой год. И это уже такая идея, которая готовая, придуманная и, на наш взгляд, очень хорошая, гениальная. Наши участники очень любят этот приз. Причем это игра международная. Она проходит не только в Казахстане. На следующей неделе, например, в Ташкенте будет игра 11 октября. Сегодня параллельно играла Астана. Прекрасный приз. Икра тоже хорошо помогает работе мозга. Полезно. Спасибо вам за интервью. У вас образ очень прекрасный. Закончите стихотворение Александра Пушкина из цикла «Нравоучительные четверостишья». А вот сейчас записывайте. Одна свеча избу лишь слабо освещала. Зажгли другую. Что ж, изба светлее стала. Правдивы древнего речения слова. Ну, собственно, заканчивайте. Подскажите, за всю историю игры, какой вопрос для вас был самым сложным? Так, самым сложным, самым сложным. Надо подумать. Половина была сложных, мы половину отгадали. А некоторые были элементарные. Например, сам запомнился последний вопрос. Чем играют дельфины наподобие футбола? Оказалось, что это медуза. А мы там отметили одну рыбку. А чем полезна игра «Угадай за 60 секунд»? Полезно быстро реагировать, быстро включать мозг и находить креативные решения. Но также это работа с командой. И получается, нужно слышать каждого и сделать выбор. Что приятнее? Быть любимым или быть самым умным? Быть самым креативным. Что-то одно. Подскажите, какой вопрос за всю историю игры был для вас самым сложным? Наверное, в тот момент, когда я подумал, что ответ японский кое-что, чем вдохновлялся художник. А оказалось, что это латынь ответ был. Он написал сексуальную психотерапию, точно не могу вспомнить. И не вдохновлялся, а вот этот промежуток, чем как бы он свои расширял знания, горизонты. Ну, видимо, языком латынь. Очень интересно. Скажите, а что приятнее, быть самым любимым или самым умным? Ну, и то, и другое приятно тоже быть. Ну, как бы, зависит от момента. Если тебе необходимо быть в этом моменте умным, ну, значит, надо быть умным. А если есть и то, и другое, это просто вообще будет бомба. А как натренировать интеллект? Ну, ходить вот как раз на такие вот мероприятия, где заставляют открывать то, что называется open your mind, открывать свой ум. Здесь же не обязательно вопросы, в каком году, что-то, что-то. Здесь больше, наверное, логическая цепочка и, в принципе, концепция этой игры понятна. Первый раз играете в эту игру? Да, я сегодня впервые на таком мероприятии. А какой вопрос был самым сложным за всю историю? Ну, на самом деле, для меня было много сложных вопросов, но самым удивительным было то, что банан является ягодой, оказывается. А что приятнее, быть самым любимым или самым умным? Самым любимым. Я с вами согласна. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Подскажите, пожалуйста, чем вам понравилась игра «Угадать за 60 секунд»? Организация, музыка. Также вопросы были довольно оригинальные и не было похожих вопросов. То есть со стороны логистики все было шикарно. А как развить интеллект? Много читать, думать, смотреть YouTube, не знаю. Как думаете, как выиграть эту игру? Надо быть очень везучим, доверять полностью своим сокомандникам и чуть-чуть смышленным. Надо быть в таких мероприятиях, интеллектуалы, джентльмены, роскошные женщины. Очень приятно. И я бы хотел пригласить и поздравить наших чемпионов. Да? Одну секундочку. Я бы перед тем, когда вы уже объявите, я хочу такую предысторию рассказать. Вот вопрос про саркофаг, когда вскрыли, да, и там мёд нашли. Мёд нашли. Мне кажется, это вот та команда, которую, если пирамиду куда-то спрятать, вскрыть её, они там, вы что, вечно ли, что ли? Это команда... Они сняли Ленина! Они видели Ленина! О, лео, чемпионы! Кпионы, приглашаем! Пать, поаплодируем! Они сняли Ленина! О, лео! О, лео! Медиа-репортаж